Предлагаю сегодня поговорить на тему смысл праздника Масленица. Наши предки отмечали Масленицу уже очень давно. Это языческий праздник и символизирует он поклонение солнцу. Были ранние времена в истории, когда день Масленицы совпадал с днем весеннего равноденствия. Когда пришло христианство, то церковь не разрушала обычаи встречи весны, но приурочила его к началу Великого поста. Мясо в этот период уже нельзя кушать, а вот сыр, молоко и яйца можно. Есть выражение в народе, что Масленица – это битва между карнавалом и постом. Именно на территории нынешних России, Белоруссии и Украина зародились масленичные обычаи. Говорят, что в эту неделю то оттепель придет, то морозы прижмут. И мы видим с вами, что это действительно так. Погода непредсказуема. Весна с зимой борются, говорили наши предки. И вы знаете, именно на Масленицу проводился некий рубеж, до которого в мире господствовал холод, а после окончательно приходило тепло. Все вновь возвращалась на круги своя. И это возвращение жизни было один из самых главных предметов празднования Дня Масленицы. А там, где есть жизнь, там и есть ее умножение. Масленица, помимо идеи цикличностей, несет в себе еще элемент культа плодородия. Земля воскресала, впитывала последний зимний снег, наливалась соками. И теперь люди должны были ей помочь дать этому процессу некую сакральную основу. Говоря более привычным языком, обряды Масленицы призваны освятить землю, наполнить ее силами, чтобы она дала обильный урожай. Для крестьян, которые составляли основу древнерусского общества, урожай был главной ценностью. Поэтому неудивительно, что масленичным церемониям уделялось такое особое внимание. Масленица была своего рода языческой литургией, только в роли бога здесь выступала сама природа и ее стихия, которым славянин приносил импровизированную жертву. Далее, не менее важный момент празднования Масленицы – это продолжение рода. Плодородие земли находит свое продолжение в тех, кто на ней живет и питается ее растениями. Если ты вкушаешь ту пищу, которую тебе дала матушка-земля, то ты должен дать ей жизнь и должен дать жизнь другому. Идея круговорота жизни, ее отдачи и передачи детям была ключевой для языческого сознания. Жизнь сама по себе основополагающая ценность, а все остальное было лишь средством ее достижения. И последнее, что можно сказать о сакральной составляющей Масленицы – это праздник был еще и поминальным. Крестьяне верили, что предки, которые душой находились в краю мертвых, а телом в земле, могли влиять на ее плодородие. Поэтому очень важно было не гневить предков и почтить их своих вниманием. И наиболее распространенным способом задобрить духов была тризна – это поминальные действия, которые включают в себя жертвоприношения, траурный плач и обильные трапезы. Считалось, что в тризнах невидимо участвуют сами покойники. По сути, Масленица была одной из попыток человека приблизиться к тайне жизни и смерти, своеобразной системе, в рамках которой весь космос воспринимался как бесконечная череда умирания и воскресания, увядания и расцвета, тьмы и света, холода и тепла, единства и борьбы противоположностей. Кстати, интимные отношения, в отличие от средиземноморских и западноевропейских культур, тоже воспринимались славянами как нечто сакральное. Как источник новой жизни. И даже сладость саития была не целью, а неким священным фоном, на котором зарождалось новое бытие. Ну, сегодня в современном обществе, конечно, в это трудно поверить, но это именно так. После принятия христианства сакральное наполнение Масленицы практически исчезло. Остался лишь только праздный внешний антураж, который нам сегодня известен по произведениям дореволюционных писателей. Давайте же вместе с вами будем изучать историю нашей Руси, поэтому не забудьте подписаться на наш канал, чтобы узнать еще больше интересного.